Воздушные удары Здравствуйте, уважаемые телезрители! Российские военные резко расширили сегодня воздушную войну. Были нанесены ракетные удары больше, чем по трём сотням разных объектов. В числе первостепенных целей – хранилище топлива, транспортная инфраструктура и, как всегда, гражданские объекты. Столь интенсивных воздушных ударов не было на протяжении нескольких недель. Речь достаточно очевидна идет о массированной воздушной подготовке к наступлению. Ну и также демонстрировалось, что с затоплением главного корабля Черноморского флота, ракетного крейсера «Москва» российские военные сохранили возможность запускать крылатые ракеты дальнего действия. Были нанесены пять ударов крылатыми ракетами по Львову. Российские военные объявили, что уничтожили, в частности, склад оружия, поставленного из-за рубежа. Согласно украинцам, ракеты попали в мастерскую шиномонтажа и в два пустых военных склада. В результате ударов погибло семь человек, одиннадцать были ранены. В Харькове ракеты попали в несколько многоквартирных жилых домов и их подожгли. Также был уничтожен большой продовольственный магазин. Убиты пять человек, тринадцать ранены. О масштабных обстрелах Харькова сообщают каждый день. В наземных же боях за него сейчас затишье. От цели оккупации города в ближайшее время российские военные явно отказались. Но окружающий город российские подразделения оттягивают существенное число украинских войск с тем, чтобы они не были переброшены на укрепление фронта на Востоке. Сегодня продолжались начавшиеся в последние дни воздушные атаки на район города Днепр. Там была уничтожена часть железнодорожной инфраструктуры недалеко от Павлограда. В Луганской области российские войска сегодня смогли занять город Кременная. В ходе боев за этот город украинцы наблюдали новое оборудование и вооружение у российских войск. Считают, что это были части новобранцев или войска, переформированные после отвода их из Крыма. Украинское командование сегодня заявило, что российское наступление на Востоке уже началось. Атаки имели место на протяжении почти всей линии фронта в Луганской и Донецкой областях. В городе Кременная жители пытались эвакуироваться, их обстреливали российские солдаты. В одной из легковых машин убили всех находившихся там четырех человек. Российское наступление можно считать уже начавшимся или нет, но бои действительно резко активизировались. В то же время, согласно западным разведкам, основная масса российских подкреплений на линию фронта пока не переброшена. То есть, в любом случае, в ближайшие дни следует ожидать серьезного, еще большего ухудшения обстановки. Сепаратистские республики на Донбассе занимали до начала войны меньше половины территорий Луганской и Донецкой областей. Сейчас российские войска продвигаются местами уже к западным границам этих областей. В результате артиллерийских и минометных обстрелов в городе Краматорске было уничтожено по крайней мере 8 жилых домов и школа. Уже вторые сутки особенно интенсивный огонь ведется в Донецкой области по населенным пунктам Маринка, Авдеевка, Очеретина. Эти три города были объектами российских атак на протяжении нескольких недель, но до сих пор остаются под украинским контролем, где атаки сейчас резко активизировались. В Луганской области атаки, обстрелы направлены прежде всего против населенных пунктов Север-Донецк, Рубежное, Лисичаск, Попасно. 29 поселков и городов в этих регионах остались без электричества, без газа, в некоторых прекращено снабжение водой, в некоторых местах в последние часы российские военные смогли продвинуться, но на большинстве участков фронта пока, во всяком случае, существенных изменений нет. Там, где линия, разделяющая войска, находится приблизительно на одном и том же месте на протяжении недель, города и поселки у линии фронта на Донбассе подвергаются постоянному разрушению, некоторые из них, как сообщают украинцы, разрушены уже и на 50, некоторые на 70 процентов жителей, пытаются из них эвакуироваться. Сегодня США объявили, что в ближайшие дни начнется подготовка украинцев к обращению с американскими 155-мм гаубицами. Вашингтон только что заявил о поставках таких гаубиц, 18 штук. Обучение украинских артиллеристов будет происходить не на украинской территории. Эта артиллерия считается очень мощным оружием, которое может быть особенно эффективным при сравнительно плоском рельефе в Восточной Украине. Положение в Мариуполе является критическим. При этом из города приходят противоречивые информации. Еще в пятницу российские военные заявляли, что выбили подразделение украинцев с территории завода «Азовсталь», то есть разгромили последнюю украинскую группировку, которая действовала в городе. Сообщали о сотнях сдавшихся в плен солдатах. Украинские источники информацию о взятии завода не опровергали. Территория завода огромная, там имеется много подземных помещений. Подавить там сопротивление украинских частей было бы крайне трудно. В воскресенье сообщили, что бои в районе «Азовстали» продолжаются, признали это и российские военные, объявив об ультиматуме, предлагая украинцам сложить оружие или угрожая им в противном случае тотальным уничтожением. Ультиматум был отвергнут, бои продолжаются, по сообщениям украинские отряды и сегодня находились на территории завода «Азовсталь». Другое дело, что положение их трагическое. Сообщают, что российские силы превосходят их в 5-6 раз. Сегодня оставалось много неясного в связи с уничтожением главного корабля Черноморского флота, ракетного крейсера «Москва». Затонул он во время шторма на Черном море. Число моряков на нем было близким к пяти сотням. Многие из них могли при затоплении судна погибнуть. В России показали репортаж о встрече моряков, спасенных с крейсера, с одним из военных начальников. Пяти сотен человек там даже и близко не было. О числе погибших в России не сообщают. Украинская разведка заявила, что Россия в связи с санкциями испытывает трудности с производством некоторых видов оружия. Это данные пока не подтвержденные из других источников. Сообщается, что механический завод в Ульяновске, который был открыт еще в 60-е годы, прекратил работу в связи с отсутствием узлов для производства ракет «Земля-воздух». Там делали ракеты «Бук» и «Тунгуска», которые используются в таких противоракетных системах, как С-300 и С-400. Электроника в этих ракетах покупалась за рубежом, прежде всего в Германии. В связи с санкциями поставки электроники прекратились и производство было остановлено. Работникам предложено либо уйти в неоплачиваемый отпуск, либо записаться добровольцами в армию за 600 долларов в месяц. В первую очередь подразделения, имеющие противоракетные установки. Проблема с электроникой, прежде всего с системами наведения российских ракет, в том числе и межконтинентальных ядерных гигантов, при Советском Союзе действительно состояли в том, что электронные чипы для управления этими ракетами приходилось тайно закупать на Западе. Производство сверхточной электроники не было освоено и к настоящему времени. В России традиционные проблемы с соблюдением норм и стандартов при производстве сделали просто невозможным изготовление сверхчистых материалов, необходимых для качественных электронных чипов. Другое дело, что, наверное, импортная электроника должна была закупаться с запасом и должен был быть ее резерв. И странно, что резерв этот закончился уже на второй месяц войны. Также сообщили, что в Нижнем Тагиле, в Свердловской области, имеются проблемы с производством танков на находящемся там крупнейшем в мире танковом заводе. В современных танках Т-90, Т-72 и особенно в танке нового поколения Т-14, Армата, тоже очень много электроники. Перебои и остановки работы отмечались также на верфях на Дальнем Востоке, где имеет место замедление строительства двух новых ракетных кораблей. В следующей части о рекордном для последнего времени потоке авиапассажиров и о том, что они иногда ждут полетов больше суток. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин